У меня вопрос еще есть один, который не дает мне уснуть. Нет, что не настолько плохо. Ну вот про сгустки тьмы. Я вот у вас спрашивала, да, кажется, уже пару раз. Мне вот почему-то никак не дает покоя, что если сгустки тьмы рождают свет, то как вот цвет, мы видим солнце на небе, оттуда цвет идет, и лишь тогда получается солнце, откуда оно? Как цвет рождается в итоге? А солнце все-таки или как? Ну, я уже неоднократно пояснял, тезис у меня есть, что мыслят то перед глазами, чем живу, то и вижу. Как посмотришь, так и увидишь. Это уже и до меня это в разных формах высказывалось. И я уже, например, показывал неоднократно. Именно то, что все вокруг, абсолютно все вокруг, это, ну, назовите это иллюзией. То есть нету вокруг вас ни солнца, ни луны, ни звезд, ни Млечного Пути. Нету ничего. Это все ваши, ну, как правильно это выразить, ну, навеянные ощущения, что ли, в результате того, что вы настроились на определенную волну. Ну, то есть, как посмотришь, так и увидишь. Вы посмотрели под углом в 10 единиц, назовем так. Вы увидели это в 10 единиц. Вы глянули под углом 20 единиц, вы увидели в 20 единиц. Ну, или ты поглядела с первого этажа, ты увидела одно. Ты с 10 этажа поглядела, ты увидела иное что-то. И так далее. Как посмотришь, так и увидишь. Этот эффект люди никак пока не догоняют. И считают, что вокруг все, что есть, это вот так оно и есть. Я вам уже объяснял неоднократно на примере с вашей формой Земли. Такой самый наглядный, что ли, ну, на мой взгляд, масштабный наглядный пример. Например, что когда-то в вашем понимании было, что Земля плоская. Все так считали, и было богохульством считать иначе. И куча этому примеров, подтверждений было, и все были довольны. Потом нашелся умник какой-то, все забывая их у вас. То ли Коперний, то ли Горилей, то ли Бруно. Кто-то из них там у вас ляпнул вот эту глупость вашу, по-вашему, что Земля круглая. Не просто ляпнул, а обосновал. Что такое означает обосновал? Это означает создал мысли-образ. То есть он долго и тщательно об этом думал. Мысли-образ начал формировать. Потом этот образ начал сообщать кому-то. У них этот образ начал усиливаться. Они передают дальше. И как от камушка на воде волны пошли, пошли, пошли. Дальше, 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 дальше. И в конце концов, вот, охватили всю планету. И на сегодняшний день попробую заявить, что Земля плоская. Скажем, чушь полная. Никаких доказательств. Все вот космонавты подтверждают, что Земля круглая, что Земля вокруг Солнца, а не наоборот. Что, ну, и так далее, и так далее. Там куча аргументов. И остатки доводов в то, что, в пользу того, что Земля плоская, их просто уже не замечают. Хотя их еще достаточно много. Но они уже игнорируются просто. А в действительности, да, и, скажем, остатки аргументов в пользу плоской Земли, они сегодня пользуются, людьми пользуются. И достаточно убедительно, ну, о том, что, там, скажем, на расстоянии 50 километров, если Земля все-таки круглая, должен быть изгиб какой-то, а он не наблюдается. То есть точка на расстоянии 50 километров остается напрямой. Ну, там уйма доводов существует, я сейчас не хочу их перечислять, можете сами найти. Но все эти доводы, это остатки от прежнего образа. То есть когда-то образ кто-то создал плоской Земли, обосновал это, этот образ был поселен в мозге людей. И до сих пор еще полностью не выветриваются элементы, его еще остались. Но в большей степени сегодня работает образ круглый. И, соответственно, под этот образ выдуманы массу приборов, телескопы выдуманы, ракеты, всякие... Ну, много уйма техники выдумано, но это все, все, что выдумано... Как сказать-то... Ну, если это все выдумано с мозгами, назовем так, розового цвета, то все приборы будут все видеть в розовом цвете. То есть люди на этой чистоте все создают. И все у них получается в розовом цвете. И доказать что-либо обратное, ну, просто невозможно. Потому что нет приборов, которые видят в зеленом, в синем, в красном. И так далее, цветах. Все видится только в одном цвете, в розовом. Ну, и, соответственно, то, что касается самого понятия и тьмы, и света, это у людей, это понятие крайне искажённое. Ну, то есть человеку... Ну, никак у него не укладывается, что сгустки тьмы рождают свет. Это абсурд полный. Ну, понимание сегодняшнего человека не может такого быть. Хотя сегодня уже... Ну, я слышу, мелькают какие-то научные там открытия. Нашли какие-то там чёрные дыры или тёмные дыры, или как-то ещё их называют там, где всё исчезает. Ну, то есть какие-то элементы у людей всё-таки вспыхивают, что не всё так гладко, как бы. Не всё действительно розовое. А есть ещё и синие, зелёные, там, жёлтые и так далее. Они догадываются. Но в полной степени, чтобы об этом рассуждать, нужно изменить форму мысления. Из дуальной перейти в целостную. То есть из чёрно-белого перейти в цветное. Но это, если пока людям не пришло. Люди пока думают, что они великие. Такие вот, она выдумывали цифровой техники. Сейчас вот такие счастливые. Думают, что это их достижения. Не видя, что они залезли в такой тупик, из которого уже выйти не смогут. Просто так. И вот до тех пор, пока общество, хотя бы часть его, не изменит это мышление, невозможно начать видеть окружающий мир в цвете. Поэтому я и поясняю, что рано или поздно у вас найдутся умники, которые начнут создавать, ну во-первых, изменять собственное мышление, чтобы воспитывать новое поколение совершенно на иных идеологических принципах. то есть именно с целостным мышлением начнут воспитываться дети. Вот только то поколение детей, которые начнут жить уже именно с целостным мышлением, только они начнут видеть реальность, ну скажем так, в большем диапазоне цветов. То есть не в одном узком спектре, каком-то розовом, а в большем. А когда больший спектр включается, то он начинает, ну вот как белый луч, если на призму пустить, то он расслаивается на 7 цветов, ну основных 7 цветов, там куча оттенков. Вот когда люди смогут осознать, ну вот как я сказал, с новым мышлением, люди это смогут сделать. То есть не в каком-то одном узком диапазоне, чтобы наблюдать за всем вокруг, а в полном этом спектре. Вот тогда это уже будет, ну признак целостного мышления, и совершенно иное видение будет тогда. Новое поколение начнет уже пользоваться, ну то что люди называют левитация, телепортация, ясновидение, яснослышание, ну и так далее, и так далее. Всеми вот этими свойствами в полной степени начнут пользоваться. Сегодня это только единично, такие случаи проявляются спонтанно. А потом это уже будет просто естественной, ну как бы нормой поведения что ли, или нормой состоянии что ли. Вот поэтому сегодня мне что-либо вам пояснять, видящим только в розовом свете, каким образом я могу что-то пояснять. Я этот прибор придумал, хоть как-то, хоть в чем-то, вы можете это визуализировать. Ну, хоть в какой-то степени, да. Но и этого очень-очень мало, чтобы я мог объяснить вам вещи более сложные что ли. Я могу их пока только констатировать, просто вот объясняю, что густкие тьмы раздают свет. Ну, вижу, что ваши научные деятели в каких-то элементах к этому подходят, но так вот скользь как бы коснулись и пошли дальше. То есть, трудовато пока. Поэтому вам здесь, ну, какие-то вещи придется просто на веру принимать. В каких-то вы можете убеждаться, как вот с этим прибором, диагностически, хоть как-то можно. Какие-то вещи сможете открывать, когда именно сознание начнет работать как более уравновешенное, успокоенное, гармоничное, сбалансированное. Вот тогда смогут вам открываться более глубокие вещи, понятия. Пока это, ну, вижу, что туговато вам. Я не могу и два выбить вопрос. Это вот люди слушают, слушают. А мне нужны вопросы, чтобы я понял, на каком вы, ну, условно, в каком вы классе. В пятом, в седьмом, во втором, чтобы я правильнее вносил информацию. А если я не слышу вопросов, я начинаю гулять. То туда ляпну, то туда ляпну, то туда. И вижу, что тут не поле вообще. Тут со всей этой чушью полной. Тут восторги какие-то. Ах, ох, вот это да. Ну, то есть, сложновато отношения мне ориентироваться, на какой уровень сообщать. Поэтому постоянно тормозить. Давайте вопросики. Ну, вы вот упираетесь, опасаетесь, не хочется выглядеть какими-то такими не продвинутыми, не смешлеными. Ну, и вот до тех пор, пока это состояние будет, между нами сложно будет это взаимопонимание поддерживать. Вот в каких-то элементах я могу угадать. и что-то доступное для вас открывать. Ну, в большей степени пока туговато. Мечтаю все, чтобы появился тот, с кем можно на нашем языке пообщаться. Но пока пока туговато. с этим. Ну, да ладно. Я расфилософствовался. Давайте вопросики. Вот опять надежда на тебя. Я пока это, кажется, пока все. Выдохнуть. Ну, вот видишь.